если вам нужно на сайте как-то красиво или компактно отобразить ваш контент это может быть вкладке или аккордеон то в этом видео я покажу компонент диджей тапс который позволяет с легкость это сделать меня зовут федор васильев и подробнее в этом видео и так в этом уроке даже обскала на серии уроков будем разбирать компонент диджей тапс я уже разбирал ранее расширение от данного разработчика ссылку я оставлю в описании под этим видео на этого разработчика перед вами сейчас открыта страница данного компонента сразу скажу что он платный и полностью русифицирован на русский язык русификатор также можно получить после того как вы купили диджей тапс это компоненты модуль неограниченное количество можно создать групп выводить можно как отдельные статьи как категории статей также интеграция с к2 здесь можете на странице ознакомиться создать неограниченное количество модулей также можно в редакторе в статье появляется вкладка диджей тапс можно использовать выводить видео в имеo youtube в аккордеонах здесь на странице пример то есть по клику можно так отобразить ваши статьи компактно если это где-то нужно есть вот такие вот элементы также есть гибкая настройка вот пожалуйста видео гибкая настройка цветовой гаммы самого аккордеона есть цветовые палитры в настройках которым можно отредактировать или создать свою цветовую гамму то есть вот эти вкладки иконки название это все можно настроить по дизайн нашего сайта для того чтобы вам показать замечательное расширение диджей тапс я специально установил на open server чистую джуму на момент записи видео 395 версия чтобы нам ничего не мешало на чистенькой джубли будем рассматривать данный компонент и так в админке сайта я перехожу расширение как обычно менеджер расширение установить составе архива после приобретения вы будете иметь диджей тапс и русификатор от разработчика и также есть еще интеграция с компонентов фаланг для данного компонента тапс фаланг этом многоязычность на сайте до что была возможность на разные языки переключать сайт и так в эту область можно просто перетащить наш компонент таким образом он установится установка компонента успешно завершена далее я перетаскиваю русификатор автоматически происходит установка русификатора первый взгляд компоненты у меня располагается он здесь диджей тапс переходим видим его здесь видим что у нас все на русском языке последняя версия компонента 136 на момент записи видео а сразу вам покажу что автоматически установился и модуль переходим в модули вот он диджей тапс он выключен все будем по порядку рассматривать и соответственно я покажу вам материалы сейчас нам надо будет создать материалы так как сайт чистый нету материалов чтобы материалы вывести в аккордеоне их нужно создать я создам тестовой статьи нажимаю создать ну я надеюсь вы знаете как создаются статьи в джумле надо разместить какую-то тестовую картиночку вот я хотел показать вот этот редактор вот здесь у нас есть джей тапс после установки появляется новая кнопка рассмотрим я также позже итак сейчас мне нужна какая-то весомая статья я просто делаю тестовую статью разрыв страницы что-нибудь напишу категория пускай будет нет категорий состоянии самое главное что опубликовано сохранить и если вы тоже делаете на чистом сайте я предлагаю вам сделать дубликат статей несколько штук чтобы мы могли с этим работать здесь просто нажимаем сохранить копию у нас статья 2 опубликовано сразу сохранить все вторая статья сохранена она идентична с теми же картинками текстом если хотите можете поменять уже тут на ваше усмотрение сохранить копию и опубликовано все три статьи есть для работы теперь с этими статьями можно работать смотреть отображение например у нас много статей и какие-то статьи на каких-то страницах определенных или на всех страницах мы хотим вывести в аккордеоне например вот главное на странице пустуют здесь можно ты вывести давайте сначала познакомимся поближе с компонентом я перехожу диджей тапс сначала самом начале даже не смотря на настройки здесь тоже имеется ряд настроек который мы разберем позже в первую очередь мы заходим с вами в группы здесь две кнопки либо группы либо новая группа то есть если у вас есть уже какие-то группы они просто находятся здесь если вам надо сразу создать группу вы нажимаете быструю кнопку создать группу и откроется страница уже для создания новой группы это просто для ускорения действий также слева вы здесь можно перейти в группы этот дублирующий меню нажимаем группы по умолчанию группа тапс уже есть ее можно и удалить и переименовать или зайти внутрь посмотреть настройки по сути ничего нет можем просто переименовать назову ее моя группа состояние опубликовано настроек здесь мы больше не видим сохранить закрыть также можно создать неограниченное количество групп например в разные группы будут относиться разные статьи чтобы перейти опять на главную страницу компонента нажимаем панель управления видим все эти кнопки то же самое наверху здесь элементы это по сути вот эти вот вкладки аккордеона да то есть элементы все элементы или сразу перейти на создание нового элемента похожие кнопки как из группами соответственно элементы ничего нету нажимаем создать или сразу нажимаем новый элемент то есть сразу попадаем настройки название я назову первый материал и вот здесь вот как раз таки смотрим группа почему я сначала сказал что мы создаем группы потому что как раз таки при создании элемента вот здесь выбирается группа так как мы создали только одну группу естественно здесь она одна только что созданная вот она моя группа выбираем тип здесь мы можем выбрать тип отдельный материал то есть отображение одного материала в данной вкладке или категория материалов мы сейчас всех разберем позиция модуль или ссылка на видео начнем по порядку отдельный материал если отдельный материал то ниже материал а поле для выбора материала естественно если мы здесь выберем ссылка то здесь какие-то вкладки убираются добавляется новое поле 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 материал исчезает ну то есть добавляется новое поле например для вставки видео соответственно по порядку материал нажимаем на кнопку выбрать и вот наши только что созданной статьи я выбираю статья номер один состояние опубликовано на этой вкладке мы закончили есть еще дополнительные вкладки настройки вкладок переходим иконка то есть иконка для вкладки здесь что хорошо напротив каждого названия идут иконки чтобы мы сразу наглядные могли видеть колесом мыши я прокручиваю вниз чтобы посмотреть весь спектр иконок я возьму например вот эту иконочку можете что-то здесь написать я напишу описание чтобы вам показать чтобы вы понимали где это будет отображаться чтобы в дальнейшем могли это использовать в своих целях вот это поле настраиваемый html а дальше опции материала переходим но эти вкладки мы пока не трогаем здесь принципе все понятно здесь вы мы скрываем или показываем то что отображается в статьях это лучше настраивать когда у нас уже это все выведено на сайте чтобы мы сразу понимали что нам скрыть что показать оставляем пока без изменения нажимаем сохранить и закрыть мы с вами создали первые первую вкладку первую группу переходим на сайт обновимся и мы здесь естественно ничего не увидим потому что мы никак это на сайте не вывели чтобы вывести это на сайт мы переходим в модули вот наш модуль диджей тапс заходим внутрь сразу вы включаем заголовок скрыть показать на ваше усмотрение вот этот заголовок или переименовать заголовок под свой сразу давайте посмотрим позиция но у данного позиция про то старый всем известная позиция например это баннер вот она баннер выбираем баннер это там где будет отображаться наш модуль аккордеона это для новичков кто не знает про позиции шаблона jumla дальше группа вот здесь вот как раз таки настройка та самая моя группа оставляем она у нас одна тема мы с вами еще не затрагивали вот это как раз таки дизайн отображение нашего аккордеона табов внешне именно на сайте как будет выглядеть пока не трогаем оставим по умолчанию макет как будет как вкладке ли как аккордеон оставим пока как вкладке следующая здесь у нас вкладка в настройках привязка к пунктам меню важная вкладка выбираем на всех страницах если не на одной у нас стоит мы нигде не увидим этот модуль выбираем пока на всех страницах настройки вкладок аккордеона если мы используем видео первая опция автоматическое воспроизведение пауза для видео и выбор использовать глобальные то есть глобальные настройки самого компонента мы еще с вами рассматривали то есть вот эти настройки они индивидуально настраиваются именно для этого модуля который мы сейчас выводим это если нужно на разных страницах в разных табах в разных модулях диджей табс использовать свои настройки индивидуальный тогда здесь настраивается каждый модуль под себя мы же будем настраивать глобальные настройки поэтому мы пока здесь это не трогаем рассмотрим глобальные когда глобальные настройки разберем здесь уже индивидуально для каждого модуль вы сможете сами настраивать. Дополнительные параметры. Это уже настройки штатные модуля Joomla. Их, как правило, не трогаем. Единственное, здесь добавлено исправление видео для IE11. Это браузер Explorer версии 11 для Windows 10. Стоит нет. И есть подсказка. Отключает опцию автоматического воспроизведения паузы для видео. То есть, если не нужно или нужно воспроизводить, здесь можно либо да, либо нет нажать. Но это только для браузера Explorer, которым практически никто не пользуется. Ну и права доступа. Здесь мы ничего не трогаем. Итак, все вроде готово. Нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. Видим с вами серый дизайн, видим описание. Как раз-таки я говорил вам, где это будет отображаться, чтобы вам показать. Название вкладки статья. Вот фотография, картинка Joomla. Это наша статья. Подробнее перейти в статью. Также у нас отображается о категории и кто автор. То есть, если это нужно скрыть, сейчас будем смотреть, как это скрывается. Одна статья и по ссылке подробнее нас перебрасывает в статью, которая открывается ниже. Уже полная статья. Вот она внизу. Естественно, ее статью не назовешь. Это просто демонстрация. На самом деле, если сюда бросить текст, бросить картинку, то визуально будет смотреться намного интереснее. Ну, например, как-то так. Я добавил картинку им поинтереснее. Добавил текст. Подробнее ниже открывается статья. Естественно, здесь есть нюанс. Если кто не знает, если данная статья будет иметь свою собственную страницу, то открываться будет страница. И если аккордеон выводится только на главный. Естественно, по переходу на ссылку подробнее будет разворачиваться статья. И наверху этого модуля здесь не будет. Чтобы лучше посмотреть визуально, нам нужно добавить еще хотя бы один аккордеон, одну статью, чтобы лучше это все выглядело посмотреть анимацию, переходы и так далее. Для этого мы с вами в админку возвращаемся. Переходим с вами DJ Tabs. И давайте добавим еще один элемент. Новый элемент. Статья 2. Также моя группа. Тип одиночный материал. Выбираем материал. У меня это статья 4. Здесь ничего не пишем. Иконочку возьмем какую-нибудь другую. Сохранить-закрыть. Переходим на сайт, обновляемся. И здесь уже мы можем видеть в полной мере всю красоту и прелесть компоненты DJ Tabs. Во-первых, мы видим две вкладки. То есть вот она статья 2 и описание. И вот представьте, здесь такие вкладки могут быть анонсы статей где-то как-то на сайте, если нужно сократить место и красиво это вывести. То есть это вот так выводит у нас одиночные статьи. Соответственно, таким же образом можете добавить в данный аккордеон еще статей. Небольшая поправка по поводу модуля настройки вкладок. Эти настройки все же отличаются от глобальных настроек самого компонента. Это те настройки, которые находятся DJ Tabs и настройки. То есть дублируется только одна вкладка настройки вкладок аккордеона в модуле. Но тут есть дополнительные еще вкладки, которые идут только за глобальными настройками компонента DJ Tabs. Давайте рассмотрим более детально настройки вкладок аккордеона. Первое автоматическое воспроизведение, пауза для видео. Но видео пока не используем, поэтому здесь не трогаем. Отображать макет аккордеона. Использовать глобальные или первые, раскрытые, все свернуты. Давайте вот посмотрим, все свернуты, сохранить. Видим, что у нас один раскрыт, обновляемся. Ничего не увидим, потому что у нас с вами здесь вкладки, а не аккордеон. Для этого переходим с вами на вкладку модуль. Там, где макет, выбираем аккордеон, сохранить, обновляемся. И вот, что я хотела вам показать. Все свернуты. По клику раскрывается статья, по клику закрывается. Или же, если открыта одна, кликаем по другой, то сворачивается первая, открывается вторая. То есть, чтобы вы понимали, какие-то настройки относятся для макета аккордеона, какие-то для вкладок. Возвращаемся на вкладку настройки вкладок. Все свернуты. Первые развернуты оставим. Вкладки спрятаны. Стоит нет. Поставим да. Спрячем вкладки. Для этого перейдем в модули и вернем вкладки. Сохранить. Идем на сайт, обновляемся. Видим, что вкладок нет. Отображается одна статья, вы это видите. То есть, и никак их здесь не кликнуть, не посмотреть. Соответственно, если мы с вами вернемся и вкладки спрятать, нажмем нет, сохранимся. Пойдем на сайт, обновимся, то вкладки у нас возвращаются. Далее. Количество столбцов. Вкладки будут отображаться в указанное количество столбцов. Оставьте поле пустым для использования общих настроек. Ну, пока не трогаем это. Дальше. Триггер вкладок. Выберите элемент вкладок. Должны отображаться по нажатию или при наведении. То есть, можно поиграться, да. То есть, как лучше. Может быть, просто надо навести мышь, чтобы вкладка развернулась. И выбор. Нажатие наведения. Давайте возьмем наведение. Сохранить. Идем на сайт, обновляемся. Итак, я пытаюсь мышь навести. То есть, я не кликаю. И при наведении у нас все срабатывает. Это смотрится достаточно интересно. Оставим при наведении. Смотрится достаточно интересно. Следующая опция. Перейти к элементу аккордеона. Активируйте данную опцию, если необходимо прокрутить страницу кверху активного элемента аккордеона. Ну, если большой аккордеон у нас, то есть, много вкладок, например, вот так вниз тянется он, то это будет эффект виден хорошо. И выбор нет. Использовать глобальные. Только главный аккордеон. Только аккордеон категория материала или оба. Пока это не трогаем. Дальше. Сократить заголовки. И выбор. Использовать глобальные. Ну, то есть, глобальные настройки самого компонента. Да, нет выбор. То есть, если заголовки очень длинные, можно автоматически их сократить. И вкладка начальный элемент. Начальный элемент вкладки аккордеона. Оставляем пустым. Мы с вами рассмотрели настройки вкладки аккордеона именно для модуля. И давайте посмотрим теперь другие типы. Переходим в компонент. Элементы. Видим наши элементы. Давайте создадим еще один элемент. Назвал ее статья 3. Группа. Пускай будет та же группа. Тип. Вот здесь поиграем с типами. Да, теперь давайте посмотрим категория материалов. Выбираем категорию материалов. Тут же появляется вот здесь вот новая вкладка. И появляется поле категория категории. Если кликнем в поле, здесь будут высвечиваться все ваши категории, которые были созданы для статей. У меня созданы автоматически, как и у вас, только нет категории. Ее и выбираем. Так как в данную категорию все статьи у нас и назначены. Здесь все. Для этого типа у нас с вами добавилась новая вкладка. Давайте ее рассмотрим. Настройки категорий материалов. Отображение материалов. Использовать глобальные или можно выбрать аккордеон. Первое раскрытое изначально. Это просто визуализация, да, то есть как лучше нам будет это, вообще как нам нравится. Дальше аккордеон. Все свернуты изначально и без аккордеона материал в столбцах. Оставим по умолчанию. Можно выбрать метку, так как меток у нас нет. Кстати, метки мы не делали, поэтому здесь пусто. Лимит материалов. Максимальное количество отображаемых материалов. То есть если нужно выставить лимит, здесь в числовом значении пишем отображение для аккордеона. Максимальный уровень категорий. Можно выбрать из числа. Дальше диапазон дат. Минимальная дата категории. Максимальная дата категории. То есть чтобы в этом диапазоне какие отображать. Материалы за последние x дней. Также можно ввести здесь дату. Показать только материала за последние x дней. То есть за ту дату, которую мы здесь ведем. Показать материалы. Порядок следования материалов. Использовать глобальные. Дальше сортировка. Подайте по заголовку, по хитам случайно. Это уже идет тоже сортировка. И по убыванию, по возрастанию, какие пойдут самые старые или самые новые отображения. Это все сортировка. А в принципе я здесь ничего не трогаю. Нажимаем здесь сохранить и закрыть. Мы с вами создали статью 3. Точнее третий элемент для аккордеона. Причем здесь вы обратите внимание, их можно отличать по иконкам. Видите, автоматически назначаются вот здесь иконки. Это одиночные статьи. Это список статей. Обновляем страницу сайта. Видим вкладку 3. При наведении мыши открывается статья. Причем сразу три статьи. Этот мы с вами отобразили из категории. И в данной категории у меня всего 3 статьи. И вот они вот здесь внизу. Видите, то есть здесь у нас идут как бы вкладками, а внутри вкладки еще и аккордеон из статей. И соответственно, обратите внимание, на самом верху 5, потом 4 и потом идет статья без названия. По поводу настроек вот этой вкладки. Сейчас зайдем в статьи. Вот этой вкладки. Именно про отображение. То есть как вот это влияет, эти настройки на сайте, на вид отображения. Например, если мы его здесь выберем по обуванию и сохранимся, то на сайте отображаться будет статья первая вверху. Именно на вкладке статьи 3. Вот здесь. Вот она статья, потом статья 4, статья 5. Естественно, если мы с вами выберем по возрастанию и сохранимся, пойдем на сайт обновимся, то здесь статья 5 уже наверху. И идут они вниз. Статья 4, статья 1. Это чтобы вы понимали, как эта вкладка может влиять на подобного рода настроек.